МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реактивная мощь. Надёжность. Высокое качество. Аккумуляторный реактор. Новый реактивный характер. Спрашивайте у вашего дилера аккумуляторная компания. На улице Беломорская, 69А. Продолжаем. На телеканале эфир хроника происшествий. Трагедия произошла сегодня рано утром на 42-м километре трассы набережные Челны-Заинск-Альметьевск. В результате столкновения ЛАДО-15 модели и КАМАЗа погибли 3 человека. По предварительным данным, женщина, которая находилась за рулём легкового автомобиля, превысила скорость и в какой-то момент не справилась с управлением. ЛАДО выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком. Удар был такой силой, что 15-е буквально превратилось в груду искорёженного металла. Женщина-водитель и две её спутницы от полученных травм скончались на месте. Молодой человек получил различные травмы в аварии, которая произошла в третьем часу утра на улице Хадид-Акташа. На прямом пустынном участке дороги ЛАДО-13 модели вылетела и врезалась в дерево. Как позже рассказал водитель, в аварии он попал из-за того, что ему пришлось резко вывернуть руль. Так прямо перед его машиной из темноты неожиданно появилась нетрезвая дама с маленьким ребёнком. В салоне ЛАДО находился лишь водитель. Молодой человек говорит, что ему ещё повезло. Благодаря ремням безопасности он не получил никаких переломов. Поэтому парень после больницы снова вернулся на место аварии, чтобы объяснить инспекторам ГАИ причину ДТП. Женщина выходила с ребёнком, пьяная, шла, упала здесь, и ребёнок побежал через дорогу. Я среагировал и в дерево вправо ушёл. Ребёнок выбежал на проезжую часть всего за несколько метров до ЛАДО. Тормоза бы не помогли, поэтому водитель принял единственно верное решение – крутить рулём в сторону. Тринадцатая подлетела на поребрике и на всём ходу протаранила дерево. Машина, конечно, получила серьёзные повреждения, но главное – малолетний пешеход не пострадал. Очевидцы подъехали, кто видел, они подняли их, она вообще в хлам была. Как он мне объяснил, парень, который меня из машины вытаскивал, в хлам была пьяная. Нетрезвая женщина с маленьким ребёнком, из-за которых и произошла авария, до приезда медиков и инспектора в ГАИ вовремя ушли. Причинённый ущерб водитель тринадцатый надеется возместить с помощью страховой компании, ведь у ЛАДО оказался полис Казка. В чистом поле с поличным задержали двух дельцов из Оренбургской области полицейские Татарстана. Полицейские агенты, работавшие под прикрытием, закупили у двоих предприимчивых молодых людей из соседней области партию алкоголя. Передача денег и товара состоялась в условленном месте – в поле. Как только в руки агентов перешла почти полная машина поддельного коньяка и водки, а продавцам передали меченые купюры, на сцене появились новые действующие лица – группа спецназа. Бутлегери из Оренбурга не успели опомниться, как оказались крепко прижатыми к татарстанской земле. Бутлегери из Оренбурга не успели опомниться. С надписью «водка» также очень популярных брендов. Теперь задержанным приезжим придется задержаться на татарстанской земле, по крайней мере, до тех пор, пока не будут готовы результаты и экспертизы. В ходе проверки выявлено, что на вышеперечисленную продукцию с признаками фальсификации отсутствуют какие-либо сопроводительные документы, сертификаты соответствия, а также отсутствует лицензия на закупку, хранение и поставку спиртосодержащей продукции на территорию Российской Федерации. В настоящее время образцы данной продукции были изъяты и направлены на исследование в Средневолгский региональный центр судебных экспертиз. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае, если дело будет возбуждено, эта поездка в Татарстан может стать последней на ближайшие несколько лет для двух молодых людей. Студент юридического факультета одного из казанских вузов попался на сбытие анаболических стероидов. Оперативники наркоконтроля задержали молодого человека после того, как он продал им несколько ампул сильнодействующего вещества. Поначалу задержанный утверждал, что занимается бодибилдингом и употребляет стероиды сам для более быстрого наращивания мышечной массы. Правда, позднее выяснилось, что в одном из почтовых отделений находится бандероль, которая пришла из Восточной Европы на его имя. Когда наркополицейские вскрыли посылку, то в ней оказалось 100 таблеток анаболиков, запрещенных свободному обороту на территории России. Теперь против студента-юриста возбуждено уголовное дело, которое может закончиться для него длительным сроком лишения свободы. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Сегодня в восьмом часу утра в поселке Залесный автомобиль «Шевроле-Лачете» на всем ходу протаранил маршрутный автобус. По предварительным данным, водитель легковушки торопился на работу и обгонял попутный транспорт. Во время очередного маневра шофер резко вырулил на автобусную полосу. Но там в это время на остановочной площадке стоял маршрутный транспорт. Владелец иномарки по максимуму взял влево, но все же протаранил многотонник. «Шевроле» получил серьезные повреждения. Водитель легковушки признал свою вину и решил обойтись без инспектора в ГАИ. Мужчина на месте заплатил шоферу за причиненный ущерб и на эвакуаторе увез в гараж свой разбитый автомобиль. Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла вечером на улице Тецовской. Там столкнулись «Лада Калина» и «Грузовая Газель». По словам одного из водителей, причиной аварии стала простая невнимательность. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. С места аварии в больницу увезли девушку водителя «Лады». Она получила различные травмы и врачи неотложки, оказав ей первую помощь на месте, решили, что пострадавшая нуждается в госпитализации. Как говорит водитель «Газели», он двигался по улице Тецовской в сторону завода «Оргсинтез», когда ему неожиданно, практически на перерез, выехала «Калина». Вы откуда-то туда ехали? А она на встречу? Она с остановки разворачивалась в обратном направлении. По мнению водителя «Газели», причиной аварии стала невнимательность девушки, которая управляла «Ладой». Как считает мужчина, она просто не заметила его грузовичок и начала маневр. Разбитые автомобили, которые стояли посередине дороги, существенно затрудняли движение другого транспорта, что привело к образованию затора, который сошел на нет лишь через пару часов. Сегодня ночью к нам в редакцию обратились сразу несколько водителей и сообщили, что обочина на Кировской дамбе буквально усыпана какими-то газетами. Огромное количество листов свежего выпуска принадлежали одному изданию, тираж которого распространяется среди населения бесплатно. По всей видимости, газеты только отпечатали и везли как раз из типографии. Но по дороге либо груз из автомобиля выпал, либо водитель умышленно решил избавиться от газет, чтобы не развозить их по почтовым ящикам казанца. В этом вопросе будет разбираться, судя по всему, редакция издания. Если вы стали свидетелем происшествия или сняли интересное видео, звоните 248-0202 или пишите на электронную почту. Популярный певец Ильна Змин Валиев рекомендует компанию «Балконы Татарии». Заказал для дома «Балконы Окна». Выполненной работы остался обдоволен. «Балконы Татарии». Скидка до 66%. 21-66-002. Оп! С правой стороны объезжала, а тут, короче, она справа. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Эфир продолжит тема. Алексей Кулешов и его гости. Добрый вечер, Алексей, пожалуйста. Добрый вечер и здравствуйте. Ждет ли нас эпидемия гриппа и насколько опасна вакцинация? Об этом говорим с главным санитарным врачом Татарстана Мариной Потяшиной прямо сейчас.